тут рассада у меня стоит как можете видеть сейчас вам покажу помидорки чили пересадили которые помните маленькие были и вот там вот еще один сидит вместе с цветком и тут у меня на окне еще рассада стоит пересажена уже частично рассаду пересадила но сейчас я не для этого сюда пришла у нас пришла посылочка от фирмы тикитек все ссылочки ребята я оставляю в описании поэтому проходите заказывайте я иногда говорю когда если что-то мне не нравится я прям напрямую говорю вот это вот мне не понравилось но так по сути я всегда все рассказываю так что ссылочки на тикитек я оставлю в описании по этому проходите смотрите сейчас мы с вами откроем посмотрим что там уже сейчас не помню заказывала много вещей поэтому посмотрим обкупываю тикитек тоже хорошо по сути вещей тут немного заказано достану сразу все вот такой вот небольшой заказ но он интересный в плане того что так у меня у девчонок быстро они вырастают нужны колготки я заказала три пары колготок сейчас мы с вами посмотрим какие так мы первые давайте детские колготки леопард серые ростовка 122 128 это на 7 8 лет смотрим что у нас получилось я беру всегда ростовку марине побольше потому что сейчас все колготки мало мерят но в тикитеке вот я колготки брала мне понравились да они тоже мало мерят но в целом вот такие вот красивые колготки это мариночки да они вот так вот внизу с таким леопардиком рисуночек по поводу того что нет ребят вот сейчас на как раз на осень с на весну на осень самое то сейчас на весну не надо было очень классные красивые колготочки понравились смотрим вторые колготки школа цвет черный на 140 146 это на возраст 11 12 лет это я уже заказывала маши маша стали быстро колготки маленькие становятся поэтому я ей заказывала вот так вот принципе они идут с таким небольшим рифленым рисунком видите вот отражение очень хорошие колготки я уже наподобие таких брала кати вот так вот на руке будет видите рисунок видим колготки хорошие классные сейчас вот можно уже с юбочкой одевать но хотя у нас маша юбки не любит но колготки классные вот такие вот колготки поэтому будет тоже одевать и третий колготки ростовка 122 128 опять же марина потому что марина тоже типа очень маленькие стали сразу распечатаю потому что будет одевать это я хотела такие маша заказать но там на юную ростовку не было сам большие вот были 122 128 даже на оксана не подойдет вот такие вот яркие красивые вообще смотрите какие классные тоже хорошо очень хорошо тянутся мне что нравится что они после стирки не скатываются найти есть некоторые колготки которые катышки появляются эти нифига очень классно очень красивые также пяточка все имеет вот такие вот яркие колготки дальше что у нас следующее следующее это платье женское 52 размер покажу вот такой вот обычные с надписью вот с такой вот коротенькая небольшое обязательно по мере покажу что по оно прозрачное такое но по качеству мне нравится обязательно померяем посмотрим спереди видите вот так вот вот будто бы разрезано не там и прошита все это просто вот такой фасончик это низ получается очень классное платье мне нравится на лето потому что ходить самое то будет будем нынче платье с вами делать хватит штанах постоянно все лето ходить будем платье носить и следующее то что я выбирала и пыталась егору у него кофта толстовка стала ему маленькая а там на теки 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 большой выбор но по размерам так заказала ей горки вот такую толстовку она теплая ребят она тепла вот сейчас как раз в такую погоду вот ее носить она правда не на замке но егор сказал это еще лучше даже то что мы не на замке с карманами размер я ему взяла 48 он у меня мальчик худенький маленькие поэтому так вот вот такая толстовочка обязательно сегодня егор померяйте я вам покажу внутри она вот на флисе поэтому классно сейчас и горка придет обязательно померяйте единственный минус то что к ней все наверно будет прилипать а так состав 70 процентов хлопок 30 процентов полиэстер размер 48 поэтому померяйте посмотрим вот такой вот ребят был небольшой заказ на небольшой но очень интересные ссылочки я еще раз повторяю на все соцсети теки 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 тека я оставлю в описании поэтому проходите смотрите большой выбор качество мне там нравится но есть конечно которые вещи мало мерят но вы можете спокойно переписаться с продавцом они очень быстро отвечают поэтому проходите и смотреть всем желаю приятных покупок переходим к примерке вот такой вот ребята тесто я на галушки сделаете вот такой мягенькая она у меня тут приправами разными сушеной морковочки немножко еще добавлено и сейчас будем катать немножко его и это нарезать так и будем закидывать мне кажется так вот вкусно можно даже просто одни галушки с бульоне сделать и все но сегодня попробую супе если нормально будет то потом сделаю это чисто бульона с обжарочкой со всякой такой так что вот так вот как-то ладно дорогие друзья буду готовить оставайтесь с нами вот такие вот галушки у меня получаются видите вот так вот муки это у меня остались уже суп я уже сварила это остатки то что остались я хочу еще просто взять отварить в воде в масляной и потом обжарить с лучком на сковородочке посмотрим будет детям и и такое есть ну попробуем посмотрим если полюбится им понравится то потом может быть будем готовить раньше наши бабушки так делали только они делали крупные я крупные силы не делала но так как они воде еще развариваются поэтому так вот мне раньше помню мама делала всегда когда денег не было она всегда делала макароны свои домашние или спагетти длинные вермишель такой делал поэтому вот будем готовить вот такой вот ребят я суп сварила вот такие вот видите они получаются галушки с куриным филе с макарошками и вот такой супик получился у меня тут у меня стоит тесто поднялось сейчас буду ставить уже духовку выпекать хлебушек так мои хорошие отдельно галушечки вот немножко сварила уже стоят тут уже почти готовы обжариваю лук добавила сюда ротом что вкусненько было и обжариваем до золотистой корочки была бы еще томатная паста или бы овощи какие-нибудь знаете наподобие вот перец кабачок можно было бы мне кажется туда добавить было бы классно но пока так попробуем а в следующий раз мы с вами попробуем сделать уже с овощами напишите как вам такая идея и будем сейчас лук обжариться и будем закидывать галуш раньше такое блюдо готовили наши бабушки а сейчас она уже всеми забыты мне кажется сейчас уже никто чисто галушки не готовит или клецки по-другому их можно назвать в тот раз мне в комментариях написали настя не галушки а клецки ой извините все по-разному их ребят называют ваня хнычит замучил не хочет ни в какую домой заходить так все лук у меня обжариваться сейчас будем с вами закидывать клецки так смотрите лук у нас обжариваю сейчас что делаю беру клетки вот так по чуть-чуть понемножку и сразу сюда обжаривать будем можно сразу вот так вот чтоб она и будет вкусняться напишите у кого бабушки раньше деревнях также делали забытое блюдо всеми я кстати курочки нестись начали вчера и горушка 6 яичек принес с райте уже хорошо прямо но какая красота получается ведь у нас остатки тут клетки остатки вылавливал обжарим хорошенько если все а на этом бульоне я его не буду выливать я сейчас варю тайсину кашу нас конечно лапки у него и лапы и головы куриные закончились надо бы купить будет деньги получу надо будет опять купить все они там еще есть все дорогие друзья но обжариваем наши клетки и они будут готовы вот такая вкуснятина у нас получается не вижу чуть не мы хотя бы как-то обжариваем так мои хорошие у меня уже вечер ребятки все спят я испекла хлеб завернула вот так вот в полотенце но тут в два полотенца вы понимаете сначала тоненько завернула потом толстые а так она будет лучше смотреться и как бы лучше пара при это будет вкуснее хлебушек вот это у меня специальное полотенце чистывают заворачиваю в него хлеб это у меня уже отдельно заведено вот как то вот так вот и забыла найти что вам сделать заснять галушки я их пожарила ну вы видели что я их пожарила и жарила на сковородке но когда пожарила быстро дети что-то я немного жарила чуть-чуть все мои дети быстро съели поэтому они заказали мне на завтра опять снова галушки будем завтра опять снова с вами жарить если вам интересно оставайтесь со мной я постараюсь подробно заснять рецепт поэтому оставайтесь со мной если вам понравилось мое сегодняшнее видео то ставьте лайк вот такой чуде у меня был хлебушек три булочки в целом честно я его ребята передержала потому что у меня поднялось давление я выпила таблетки я задремала поэтому передержала он немножко твердоватый но внутри он такой же мягенький вкусненький потому что мы уже одну булку съели у меня получилось 4 булки 1 вот вот 2 вот таких вот маленьких и 2 больших было поэтому так вот а так он целом нормально поэтому вот когда у меня вот такой твердый получается я просто накрываю двумя полотенцами одно обычное хобышное а другое вот потолше полотенце и все но вот у меня видите для хлеба специально уже отдельно заведено полотенце которым я постоянно его накрываю но в целом вот у кого-то у меня был сегодня день если вам понравилось то ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал я надеюсь на вашу поддержку что вы останетесь на моем канале и никуда не уйдете заранее вам благодарна и всем говорю пока пока пока